готовлю я сегодня рецепт у меня будет два в одном из этого рецепта можно сделать как голубцы так и котлеты по одному стакану отвариваем рис и чечевицу я чтобы вам показать вот в стакан насыпала чечевицу красную но отварила я зеленую она мне нравится больше вкус для меня не знаю я предпочитаю вы можете любую выбрать чечевицу отвариваете подсаливаете все это взяла и пекинскую капусту у меня кипит вода сейчас буду ровно минуты две больше не нужно будем бланшировать нашу капусту кабачок надо будет почистить порезать на мелкие кубики мы будем жарить кабачок кабачок также у нас пойдет в начинку пока сковородка с баклажаном прогревается я буду резать репчатый лук варит что лука дальше будем готовить чеснок я добавлю что у меня целая головка чеснока пропустим через пресс и в конце когда прожарится на на растительном масле баклажан добавим лук прожарим с луком и потом будем добавлять чеснок баклажаны полу готовы отправляем лук жарим до золотистого цвета лука еще прожариваем все вместе добавляем по вкусу не пачкая другую посуду будем выдавливать чеснок прямо в сковородку выпадем перемешиваем смотрите дальше отодвигаем на той же сковородке я буду добавлять кунжутные семена прогреваем их добавляем мяту те приправе которые мы любим щепотку мяты перетираем вот кориандр чайную ложечку достаточно кориандр молотый перемешиваем семена наши кориандр раскроется хорошо долго не нужно греть друзья у меня вот такое вот тесто его не обязательно добавлять но если у вас есть здесь ходят базилик орешки я добавлю две чайные ложки теста вы можете не добавлять также идет томатное пюре две чайные ложки столовая получается ложка все сейчас хорошенько перемешаем перемешаем чтобы запах вкусный уже можно выключать нашу плиту друзья рис у меня был отварен заранее здесь стакан риса отправляем в чашу если вы будете добавлять яйцо то рис может быть холодный даже но если вы яйцо не будете добавлять то желательно чтобы рис был горячий он будет клеить хорошо без муки там лишних добавок вот так вот сейчас я отправлю рис друзья дальше идет чечевица у меня все еще довольно горячая смотрите соль проверяйте на соль я много добавила чеснока поэтому тут мне кажется перцы будут лишние но если белый перец черный перец или чили паприка все можете по вашему вкусу вы добавить баклажанная заготовочка у меня еще горячая это у меня чашка стеклянная сейчас мы соединим все вместе перемешаем когда у меня остынет баклажанная смесь тогда я буду перекладывать в пластмассовую побольше чашу чтобы горячая не соприкасалась с пластмассом рисовая масса у меня остыла соединяю сейчас баклажан и буду перемешивать капуста молодая поэтому в кипящей воде вот часть вообще можно убрать сейчас очень молоденькая капуста в кипящую воду окунули выключили газ и даете две минуты оставляете в кастрюле с водой больше не нужно оставлять потому что капуста молоденькая очень обычная белокочанная капуста тоже смотрите на ваше усмотрение какая у вас капуста рис готовьте до полуготовности полностью не отваривайте голубцы в котлеты наверное почти до готовности можно быстро чтобы обжарить их вот такая вот разница будет в двух начинках для подготовки вот эту часть чуть-чуть вот оттеваем вот здесь слегка вот удаляем вот так вот подготавливаем всю нашу капусту их можно заморозить можно сразу подать жарить морковку с лучком хотите добавьте чесночный там еще дополнительно или же сметанный соус или же сливочный соус на ваше усмотрение скажу еще о рисе рис который был проварен и остужен у него гликемический индекс меньше чем свежий готовый рис поэтому если вы заморозите кто соблюдает правильное питание для них можно будет один два голубца вот иногда с рисом тоже обычные голубцы можно будет у кого-то это до лома у кого-то голубцы я вам показываю как я узнала свою версию также можем в панировочных сухарях в кукурузной муке или в обычной муке обвалять и прожарить их друзья вот так вот в муке в любой муке которая вам нравится обваливаете полуфабрикат у меня получилось 16 таких вот котлет и вот такие вот голубцы получились размер зависит от того какими вы их будете делать большие маленькие они готовы их просто подливу или подготовить или же со сметаной будете есть достаточно двух котлет голубцов также с хорошим таким набором салат хороший будет здесь большая миска салата и как вместо гарнира вот так вот если вам идея понравилось ставьте лайки подписывайтесь для меня это важно хочется конечно чтобы побольше какая-то активность была не знаю комментариев побольше было но нет так нет посмотрим иногда вот кажется снимать ли дальше или нет все таки это же занимает наше время кто это снимает тот знает для себя готовишь это получается время надо уделить потом посуду помыть подготовить приготовить камеру поставить это занимает время буду рада если кому-то понравится кто-то поставит лайк не сейчас так попозже может быть год через два будет польза и от моего канала всем мира всем добра здоровья здоровья